О боже, что здесь из стены торчит, и собачка ходит сквозь домик. Друзья, всем здравствуйте, всем приветуленьки. Мы продолжаем играть в ферму, и мы находимся все в том же дне, что и в прошлый раз. У нас тут есть собранная клюква, у нас там есть собранная свекла, а вот эти вот урожаи, морковь, еще не выросли. Они в районе 4 часов вечера только вырастут, и арахис, и лук, в общем-то, пока что уборка у нас не началась. Что, друзья, я сделал за кадром? Я освободил вот здесь теплички сады и отвез все на фермерский рынок. Также немножко заготовил тут тюков, и тоже их отвез на фермерский рынок. В общем-то, тут все забито, тут все вот так вот, все красивенько. Сена немножко не хватило, но это ладно. Пришлось, друзья, мне прикупить вот тут вот новый прицепчик, то есть и грузовик, и прицеп. Они возят по 40 поддонов и много тюков, в общем-то. Также всякие фрукты, овощи я сюда тоже подвез, довольно много подвез, поэтому все здесь хорошо. Также, друзья, я запустил еще одну стройку моста, самую конченую. Есть тут, друзья, один мостик такой, к которому не подобраться. По сути дела, здесь есть только один вариант по фэншую, без всяких изощрений, привезти сюда стройматериалы. Это, друзья, баржа. Тут, с другой стороны острова есть вот такая вот пристань, и, в общем-то, сюда, в теории, можно это все дело привезти. Но это такой геморрой, что я сделал все по-другому. Я просто доезжал вот сюда вот на грузовике и суперсилой скидывал контейнеры вниз, после чего их сюда вот перенес просто на триггер. Кататься сюда пришлось вручную, потому что автодрайв сюда тоже прокладывать, ну, такое себе. Ладно, съездил и хорошо, друзья. И у нас остается еще один мост всего, вот этот. В принципе, когда будет открыт тот мост, сюда привезти уже стройматериалы будет вообще не проблема. Поэтому, скорее всего, к следующей серии этот мост уже даже будет построен. Но это так, друзья, лирика. Че я вообще серию-то начал записывать? Она сегодня будет не сильно длинной. Надо, друзья, запустить производство стекла, наверное. Единственный косяк, конечно, это деньги. Да, кстати, я еще с кормового завода все повывозил, все попродавал. У нас, друзья, производится стекло в маленьком количестве вот здесь. Да, уже пять кубов есть, кстати. И, скорее всего, оно же перестало перерабатываться, да? Потому что забилась бумага, например. Значит, бумагу выгружаем, производство снова работает. Нам надо еще пять кубов стекла. И, друзья, я поэтому предлагаю построить, точнее, запустить, купить и запустить завод стекла. Он тоже очень медленно работает, насколько я помню. И стоит он очень дорого. И, возможно, это не имеет смысла, но, друзья, надо. Завод стекла у нас находится вот здесь. Корнинг стекло. Вся вот эта территория стоит 7 миллионов. Основной косяк в том, что надо купить еще и электростанцию. А электростанция стоит еще 3,5 миллиона. И 3 миллионов у нас не хватает. А что мы можем продать? А нихрена-то мы продать и не можем, я смотрю. Удобрения. Наверное, можем продать удобрений. Еще у нас много тростника и много ржи. Но это нам не сильно поможет. Сахарный тростник торгуется всего лишь по 130 евриков. Если мы продадим 5 миллионов тростника, мы получим всего лишь 650 тысяч. Это очень мало. Удобрения сейчас торгуются по 1761. То есть, миллион 700 можно с этого поиметь. Уже даже 1762. Можно подождать, пока ценник подрастет до 2. Миллион-то, в принципе, можем продать. Ржи у нас тоже много. Тут ценник поинтереснее, чем у тростника, но все равно дешевый. Ну, допустим, полтора миллиона можно получить отсюда. Можно поехать поторговать каким-нибудь условным углем, песком, чем-нибудь. Меть вон по 237 торгуются. Порт Вашингтон. Бокситы. У нас-то все есть. Затарить это, в принципе, не проблема. Только надо будет потом поехать мне покопаться и покататься. Динамит, кстати, довольно-таки дорого стоит. 2710. Но у нас динамита не очень много. Тут 1000 на 100 у нас всего его. ЖБ-блоки, ЖБ-барьеры. У нас, кстати, много чего есть на складе из того, что у нас пока не используется. Вот ЖБ-блоки по 506. У нас там 300 кубов всего. То есть, 150 тысяч. Гвозди можно продать. Короче, такое себе, если честно. Что у нас тут с удобрениями? Еще 450 кубов есть. Давайте, друзья, мы продадим удобрения. Сейчас они, правда, 2 часа будут загружаться туда. Возможно, имеет смысл подождать, пока цена чуть-чуть подрастет. Все, давай, загружайся. Это прям надолго. Можно продать коров. Кстати, у нас их уже 440. Но они же не за миллион продадутся, правильно? Мы их покупали за миллион. Продадутся они по 2000, а не по 2500. Ну, такое себе. Силоса у нас, кстати, 5 миллионов есть. А еще, друзья, у нас есть какао и орехи, которые у нас ни на складе, ни на фермерском рынке не продаются и копятся. Их тоже можно продать. Силоса сейчас по 147 идет. 735 тысяч у нас лежит силоса. Можно продать. Ладно, сейчас будем думать. Смотрите, у нас тут прям дохренища должно быть какао. Ну, не то, чтобы прям дохренища, но нормально. И то же самое у нас должно быть с орехами. Орехи у нас вот здесь. И вроде бы их можно даже отвезти вот прям вот сюда, на ресторан. Давайте отвезем. Возьмем нашего вот этого вот прицепа на 40 кубов. Только предварительно, наверное, имеет смысл эти самые орехи и какао еще выгрузить из ящиков. Потому что здесь они тоже есть. И этот самый. Закинуть их, чтобы они упаковались. Давайте, едьте. И здесь делаем с орешками то же самое. Давайте тоже едьте. Вот, все. Давайте по-быстренькому тогда... Где у нас какао? Вот здесь у нас какао. По-быстренькому сейчас продадим эти ящики. Какие-то деньги мы за это получим. Дальше будем думать. Знаете, не сказал бы я уж, что мы как-то сильно разбогатели с этого какао и орехов. Но ладно, у нас есть 7900. Это уже что-то. Ты пока, наверное, стой даже здесь. Вот этот товарищ у нас наполнился. Поэтому давайте-ка мы ему отправим продать удобрение. Или реально мотнуть время чуть-чуть, пускай вырастет цена. Давайте так и сделаем. У нас сейчас все равно ничего такого завязанного нету на времени. И цена резко начала расти. Прекрасно же. Я думаю, что тысяч до двух она вырастет. Должна. Хотя вот сейчас у нас как раз и созреет все наше добро. Так, пока оно прогружается, давайте поставим вот этих вот ребят заполняться. Удобрения у нас еще останутся. Так что тут все хорошо. У нас выросла цена на трактор с суплай и перестала расти. А вот на Минарс она растет и сейчас обгонит. И у нас, друзья, созрели все урожаи. Блин, урожаи это тоже важно. Так, давайте-ка тогда вот этих вот ребят загруженных отгоним. Чтоб они никому не мешали. Продавать, насколько я понимаю, тогда рано. Блин, как-то все так во время упирается нехорошо. С другой стороны, завод побыстрее запустить хотелось бы. Или продать по 1901 и не париться. На Минарс я видел, цену там даже 2,200 когда-то было. Короче, ладно, запускаем тогда уборочную. Пошла у нас собираться морковка. Также, друзья, параллельно запускаем уборку арахиса. Не зря же мы в аренду там брали эти холмеры все. Более 40-44. Не знаю, насколько большая урожайность тут будет у арахиса, моркови. И что у нас тут еще, лук. Погнали за луком. Уборку лука, друзья, тоже запускаем. Все, пошел, друг, собираться. Короче, уборочная пошла. Я, друзья, мониторю цену, ловлю самую высокую и мы тогда с вами встречаемся. Вообще, друзья, пока они там катаются, надо купить этот заводик и провести туда автодрайв. Потому что, оказывается, там нет автодрайва. Поэтому давайте начнем, наверное, с покупки. Уже 1906 цена. Пускай растет. Никогда не думал, что буду заниматься такой фигней и отслеживать цену. Покупаем. Корнинг стекло. У нас остается 848 тысяч. И нам надо еще 3,5 миллиона на электростанцию. Отличный план. Модули, друзья, ставить не будем. Купим батарейки сразу и на завод закинем. Не проблема. Но, насколько я понимаю, электростанция должна... Или на тот триггер можно высыпать батарейку. Можно будет сейчас попробовать. Ну ладно, давайте, друзья, сначала с автодрайвом решим. Значит, смотрите. Есть вот такой вот заводик. Давайте здесь все пооткрываем. Здесь у нас вот зона загрузки. Тут, по-моему, одна линия всего. Да, производство стекла. Песок, уголь, поддоны, твою мать, поддоны и электроэнергия. И на выходе стекло. Вроде как тоже очень медленно работает это производство, поэтому его вообще давно надо было уже запустить, чтобы были какие-то запасы стекла минимальные хотя бы. Так вот, с обратной стороны у нас, по-моему, здесь зона разгрузки. Поддоны, уголь, песок, вода не нужна, да? Да. Ладно, давайте проведем тогда автодрайв. Даже чтобы сильно не изощряться, выведем его вот с этой вот полосы. Дурацкий маршрут будет длинный, но сюда часто не придется нам ездить, поэтому ничего страшного. Так, друзья, автодрайв у нас, конечно, здесь дурацкий получился. Скорее всего, придется ему ездить кругами, потому что куда он там будет выезжать, куда будет заезжать, меня это сильно не волнует. Ездить мы сюда будем очень нечасто, поэтому не проблема. И давайте, наверное, создадим папку стеклозавод. Пускай будет так. И в эту самую папку мы закинем вот эти вот два, две точки, стеклоуголь, стеклопесок. Поддоны будем возить тоже на стеклоуголь, неважно, стеклоуголь и стеклопесок. Вот, стеклозавод. Отлично, пойдет. И, друзья, этого товарища всегда отправляем на парковку, он нам пока что не нужен. Парковка зерновоз, давай едь туда. Далее, друзья, пока у нас есть время, давайте тогда займемся подготовкой к обслуживанию этого завода. В частности, приедем в магазин и купим здесь, наверное, 3-4 батарейки. Подвижное устройство для поддонов. Что это такое? Непонятно, но ладно. Давайте 4 штуки возьмем на 20 тысяч. Этого должно будет хватить на первое время вообще с лихвой. Загружаем эти поддончики на нашего мана и отправляем на электростанцию. А как называется та электростанция? Американ электростанция. Американ электрик. Тут чисто модули есть. Ну, давай на первый модуль, тогда едь шуруй. Поехал, товарищ. Также, друзья, есть у нас еще один товарищ, который у нас повезет поддоны туда. Сейчас мы их здесь загрузим. Наша лесопилка, которая стоит колом. Надо сюда, наверное, досок закинуть будет. Потому что поддоны периодически бывают нужны. Создаем 4 штуки. Я думаю, этого тоже с лихвой хватит просто. По крайней мере, на ближайшее время. Закидываем их сюда. И этого товарища, друзья, мы отправляем на стекло. Уголь пускай будет. Все, потом сами там его разгрузим и все. Мучиться с этим желаний нет никакого. Также, друзья, нам туда понадобится уголь и песок. Угля у нас мало, песка, в принципе, достаточно. Можно отправить по маленькому прицепчику туда отвезти. Сколько там вместимость-то вообще? А по миллиону можно туда отвозить. Вместимость там огроменная. Ну, вот этого на 140 кубов тогда отправим. Хотя бы, чтобы запустить производство. Посмотрим, сколько его там будет требоваться. Вези пока песок, потом уголь и все у тебя будет норм. Так, отставить. Не тот режим работы. Сразу же заметил. Все, давай, есть, загружайся. Так, поддончики приехали. Разгрузятся они? Нет, не хотят они так вот разгружаться. Ну и ладно. Разгрузили. Так, значит, 4 куба вполне себе хватает. Блин, в теории вообще батарейка должна сюда перегрузиться без электростанции. О, кстати, вот она и приехала. Сейчас мы попробуем это сделать. Там проблема в том, что очень тяжело будет найти нужный триггер. Если же у нас это все заработает, то мы даже не поедем удобрения тогда продавать. Тогда получится, что зря я тут все вот это вот затеял. Так, друг, едет насталь загрузка. Охренеть, 20 минут туда ехать. Но, скорее всего, да, кругляем поедет. Но ничего страшного. А мы тогда вот к этому товарищу переходим. Он у нас на модуль 1 приехал, но модуль 1 нас не сильно интересует. Нас интересует корнинг стекло. Просто, когда мы выгружали тогда батарейку, она перемещалась сразу же на завод. Поэтому, поэтому сюда можно перевести батарею. Но это для зарядки, скорее всего. Сюда можно перевести фонари. Погнали искать, сможем ли мы это найти. Будет ли оно здесь подсвечиваться. Оно здесь не подсвечивается и вообще ничего не написано. Зато лежит подарочек очередной. То есть, друзья, в теории это должно работать. Но как найти правильный триггер? Никаких подсказок здесь, как вы понимаете, нет. То есть, пока мы не купим электростанцию, мы не узнаем, куда нам на высыпать. В теории оно должно работать без электростанции. Поэтому надо ее купить. Поэтому надо тогда продать удобрение. Черт. Вообще нехорошо. А здесь, видимо, сама электростанция. Или вот эти трое ворот, скорее всего, идет перегрузка на другие электростанции. Вот эти, наверное, это те, кто подключен к этой электростанции. А это я не знаю, для чего здесь. Вообще, можно, кстати, пойти на какую-нибудь другую и там посмотреть. Они же по одному образу и подобию сделаны, правильно? Да. Вот здесь есть куча ворот, заводиков. И вот оно подсвечивается здесь. Куда это все идет? Ух ты. Продукты заполнения 100 тысяч литров. Это вот так вот выглядит электроэнергия, которая передается. Кстати, ее отсюда можно с помощью поддона забрать и на другую электростанцию перевести. А вот это идет передача на другие электростанции. Я прям уверен в этом. Кстати, ничего не подсвечивается. А-а-а. Смотрите, вот это не подсвечивается, потому что это у нас не куплено. А вот это куплено, дуки электростанции. И вот это куплено, да? А, это не куплено. У нас куплена одна только, дуки. А здесь зарядная станция. То есть мы батареи и электроэнергии, и у нас получаются заряженные батарейки. Батареи можно производить. Campbell's Subs. Вот почему оно подсвечивается, когда у нас еще не куплено это? Ну ладно. Немножко неправильно сделано. Есть, друзья, вариант, короче, загрузить другой сейф там, где у меня все здесь куплено и построено. Посмотреть, какие ворота нам нужны. И попытаться выгрузить туда батарею без электростанции. Можно попробовать. Так, друзья, добро пожаловать на другой сейф. Тут, как видите, все расположено по-другому. Но нас-то не очень сильно интересует. Нас интересует здесь электростанция. Она здесь куплена, она здесь работает. И какая-то вот из этих вот ворот. Гоночный трек. Кофейня Starbucks. Домино Сахар. Кенс. Келлокс продукты. Господи, как всего много. Аврора Текстиль. Я аж начал не сначала, да? Корнинг Стекло. Самый правый. Легко будет найти. Давайте тогда попробуем загрузить наш сейф. И закинуть сюда поддон с электроэнергией, который идет на Корнинг Стекло. У меня есть подозрение, что это сработает. Загружаемся в наш сейф. Ха. Никого из техники запускать не будем. Поедем сразу же проверять нашу теорию. Значит, Корнинг Стекло это был самый правый вот этот вот. Давайте попробуем выгрузить туда одну батарейку. 30 тысяч литров этого вполне хватит для запуска. Если оно заработает, а в теории оно должно заработать на самом деле, будет очень здорово. Черт, она застряла. Оно высыпается. А? Оно высыпается. И открываем Корнинг Стеклозавод. Отключено. Но электроэнергия здесь есть. Ну и все тогда не проблема. Тогда оставляем пока это вот в таком виде. Значит, жопу рвать сейчас ради продажи удобрений мы не будем. А значит, ты, друг, едешь и разгружаешь удобрения на мой элеватор. И едешь парковаться. Ты, друг, тоже теперь едешь тогда на мой элеватор. Погнал. Разгружайся там. Все остальное технику мы запускаем продолжать свою работу. Кто у нас тут чем занимался? У нас много техники работало на самом деле. А ты, друг, едешь еще за углем. Сейчас он привезет уголька и завод запустится. Ты едешь на склад. Ты пока стоишь здесь. Ты продолжаешь убирать арахис. Ты продолжаешь... Ты стоишь, да. Ты продолжаешь убирать лук. Ну и все замечательно. Работает. Отлично. Я прям доволен. Ну а мы тогда продолжаем уборку. Я тут сам езжу, разгружаю вот эти вот все комбайны. Потому что один транспорт остался. Черт, как же ж ты. Тебя носит. Ну и встретимся тогда, когда уборка закончится и завод запустится. А вот, друзья, и уголек сюда приехал. Ну что, пойдемте глянем тогда. Запустилось ли это производство? Скорее всего запустилось, конечно. Да. Скорость 6000 литров в час. Но если мне не изменяет память, нифига она с такой скоростью производиться не будет. Но посмотрим. Может быть, у меня раньше тоже тогда проблемы с электричеством были всегда. И поэтому она супер медленно производилась. Но сейчас проблем с электричеством не будет, поэтому посмотрим. Напомню, нам нужно 10 кубов стекла. Еще 5 у нас есть, чтобы достроить гребаный завод. Завод Медь, который мы, наверное, в серии 4 назад начали строить. Но, видите ли, ресурсов не хватает, катастрофически. Ну и раз такое дело, друзья, давайте тогда на этом мы серию эту и закончим. Да, она получилась коротенькой, но зато мы узнали много нового. Да и прошлая, кстати, была длинной. Прям очень длинной. Так что все честно. И, значит, смотрите, доубирается лук, доубирается арахис, доубирается морковь. И это случится точно до того, как я буду монтировать эту серию. Поэтому вот здесь на экране я сейчас выведу, сколько тут чего получилось. Плюс мы собрали 2 миллиона литров свеклы с копейками и 700 кубов клюквы. А все это дело, друзья, я потом отвезу на фермерский рынок. И оно в течение следующего дня, а то и больше, будет потихонечку продаваться. И, соответственно, будут денежки. Засеем мы, как я уже говорил, кофе, чтобы прошло время, заводики поработали, сделали стекло и листы. Вот это вот все надо для запуска, то, что понадобится. Ну и в следующий раз мы уже тогда запустим медный завод. Достроим, запустим и все у нас будет хорошо. На этом тогда все. Всем огромное спасибо за просмотр. Следующая серия есть на Boosty. Кто хочет смотреть вообще все ролики заранее на Boosty, спонсорка, все как обычно. Тем, кто там уже поддерживает, огромное спасибо за поддержку. Да. Комментарии, лайки тоже не забываем. Если на канал не подписаны, подписываемся. С вами был Никита Дилэй. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем пока-ки.